Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие писатели, читатели и зрители! На канале «Лифт» еженедельная информационная программа. С вами Маргарита Аль и Валерий Шевченко. Сегодня в выпуске обзор событий «Лифт-марафона. Статистика, прогнозы, лидеры». И презентация журнала «Лифт», посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Журнал издан в новом формате. Он стал тоньше, но красочнее. Много фотографий, рисунков и картин. И всё это в цвете. Начинается журнал с приветствия главного редактора журнала «Лифт» Маргариты Аль. Дорогие друзья, приветствую вас на странице редактора журнала «Лифт» в его новой версии. Смена формата журнала подсказана самим временем, событиями и перспективой развития. Одна из главных рубрик журнала, и мы это будем позиционировать, рубрика «Скрижали». Было время разбрасывать камни, пришло время их собирать. И оно же время покажет, удастся ли нам, литераторам, людям, владеющим одним из основных инструментов познания мира, словом, выстроить мосты взаимопонимания, доверия и уважения между странами, народами, человечеством, найти лучшие пути к единению, к пониманию, откуда мы и куда мы. «Сможем ли мы построить дом, не разрушая дома старого, опорами которого станут не стены, разделяющие нас, а люди, чьи мысли, слова, сердца открыты навстречу друг к другу?» Журнал начинается с поэтического экскурса по историческим событиям Руси «Гой ты, Русь моя родная», подвигам трех русских богатырей и событиям, описывающимся в слове о полку Игореве. И поэзия о страшных, чудовищных, бесчеловеческих годах войны с 1941 по 1945 годах. И поэзия наших современников с 1945 года по настоящее время. «Сегодня никто не убит, сегодня никто не убил, и завтра бы продержаться, и завтра бы отстоять. Так важно и завтра сказать, сегодня никто не убит, сегодня никто не убил». «Вот уже 75 лет мы празднуем День Победы. Слава нашим воинам! Этот День Победы порохом пропах, Это праздник с сединою на висках, Это радость со слезами на глазах», написал поэт Владимир Харитонов. В журнале новая рубрика «Юмор». Рубрику ведет один из самых известных писателей в этом жанре – Марсель Салимов, дипломант Всероссийского фестиваля «Фестивали Лифт», участник всех наших мероприятий. Солдаты во время войны сочиняли и частушки, и анекдоты, и составила копилку фронтового фольклора «Ух ты, Гитлер не фарси, Хвост накрутим на Руси, Гутен Морген, Гутен Так, Бьем по морде, бьем и так». В гостиной журнала «Антология. Стихи о счастье. Классики и современники». Автор проекта Юрий Москалев. Здесь представлены поэты разных времен и народов. От Вильямира Хлебникова. «О, засмейтесь, смехачи, что смеются смехами, Что смеянствуют смельяно, О, засмейтесь, умельяно, О, рассмешишь над смельяно смесь у смейных смехачей, О, и смейся, рассмельяно смех над смейных смеячей, Смеева, смеева, усмея смей, Смешики, смешики, смеюнчики, смеюнчики, Сунчики, о, расснеете смехачи! До Сергея Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации. Откуда берется ручей, что начало дает стремительным речкам, Которыми бредят мужчины из чистых святых родников На далеких вершинах из талого снега, из ливней всю ночь напролет. В гостиной журнала представлено интервью с лауреатом Международной литературной премии имени Фазиля Искандера 2019 года В номинации «Проза» Владимир Делго, с чем мы его и поздравляем. И очень важная тема – образ будущего человека и человека будущего Представлена в новой рубрике «Скрижали». Автор этого проекта Маргарита Аль. Да, «Скрижали» – это проект. Проект, заявленный на 4-м евразийском фестивале, фестивале «Лифт» в Баку, Где писатели с мировыми именами из 52 стран Обсуждали эту непростую тему проектирования будущего. Продолжили эту тему писатели Москвы на книжном фестивале «Красная площадь». Планируется круглый стол в этом году в Москве и Крыму. Фестивальная тема давно стала главной в журнале «Лифт» и в новом формате эта традиция осталась прежней. Фестиваль в Тюмени стал знаменательной вехой в фестивальном движении России. Литераторам предоставляются лучшие площадки. На мероприятиях фестиваля собираются тысячи читателей. Им аплодируют на красной дорожке. Золото и серебро – самые настоящие из золота и серебра. География 5-го всероссийского литературного конкурса «Лифт» – 2020. 85 регионов Российской Федерации и 20 стран мира. Более 4000 работ. 757 участников вошли в лонг-лист конкурса. А это очень серьёзная заявка на хорошую новую литературу. И все 757 имён напечатаны в журнале. В следующем журнале «Лифт» будут напечатаны имена участников конкурса «Вошедшая в список шорт-листа». И в течение года авторы будут представлены на страницах журнала. Критическую оценку новому журналу дала член редакционного совета журнала Людмила Визметинова – поэт и литературный критик. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Людмила Визметинова, я поэт и литературный критик. И в новом журнале «Лифт» вышла моя статья, которая называется «Колонка критика». Это традиционная для журналов «Лифт» колонка, но в этот раз она тоже несколько в обновлённом виде, как и всё у нас сейчас в обновлённом виде. Надо сказать, что мы живём в очень интересное время. Обновляется всё, обновляется мир, цивилизация выходит на какие-то иные рубежи, меняется всё, в том числе и «Лифт» тоже, в числе прочего, меняется форму, меняется содержание. Будем надеяться, что к лучшему, я даже уверена, что к лучшему. Я, в сущности, написала о новой форме журнала в «Колонке». Я думаю, что можно будет легко ознакомиться, но если говорить в двух словах, то «Лифт» вступает в новую эпоху, я бы сказала. Проделана огромная работа, объединено пространство, люди нашли друг друга, найдены формы коммуникации, формы участия, формы проведения мероприятий. И теперь осталось только самое существенное для нашего времени – это форма подачи. Вообще форма, она же содержание, в наше время приобретает немножко другой смысл. Форма действительно становится гораздо в большей степени содержания, чем это было раньше. Поэтому мы приветствуем наш журнал в обновленном виде, более красочно, более ярко, более выпукло, что ли, подается материал. Авторы представлены немножко по-другому, немножко по-другому расположен материал. Но в сущности, это наш же тот любимый нами «Лифт». Остались авторы нами любимые, пришли новые интересные авторы. И просто улучшилась подача, с чем я вас всех и поздравляю. Я думаю, что в следующих номерах это будет как-то улучшаться, эта форма будет опробоваться. И даже, может быть, в более интересной, в более мобильной форме это будет представлено. Потому что жизнь – это вечное обновление. Что еще можно сказать? Новые формы работы проекта «Лифт» касаются не только журнала. У нас с самого начала наших лифтов была колонка «Литературная мастерская». То есть в задачи журнала входило не только людей, как бы показать друг другу, объединить их в некий коллектив, но и выдать, как говорится, на гора какое-то количество материала теоретического и практического. Эта колонка сыграла очень большую роль, и она, разумеется, выполнила свою задачу. Теперь, наверное, все будет в обновленном виде. Стали проводиться конкурсы, стали читаться лекции. И я думаю, что вот уже начало этим лекциям положено. Начало подачи такого аудио-видеоряда, необходимой для пишущей братья, информации положено. И, насколько я поняла, теперь я тоже присоединяюсь к числу лекторов, которые подают необходимые сведения о современной поэзии, о теории, о практике. Я немножко подумала, когда поступило предложение этим заниматься. И я думаю, что на первом этапе я начну с того, что представлю вам, дорогие мои друзья, литераторы, коллеги, то, что я очень хорошо знаю. Галерею авторов, которые при жизни уже стали известными, стали тем, кого можно назвать классиками нашей современности. И принадлежат они к поколению 90-х. Это авторы, которые сформировались в 90-е годы. Тогда они были молодые, и время их формирования пришлось на кипящий котел информационного бума 90-х. Далеко не все они сразу вышли на арену литературного пространства. Они как бы выходили группами. А первая группа заявила о себе где-то 96-97 год. Это Наталья Черных, Дмитрий Воденников. Я могу долго продолжать, но об этом мы поговорим на наших занятиях. А потом в нулевые появились Андрей Родионов, Сергей Круглов. Прекрасный автор, о которых мало знают пишущие братья на просторах нашей безбрежной Родины. И тем более на мировом шарике, который оказался вдруг такой небольшой. Вот когда мы сидели, увы, все самоизоляции необходимые, географический ареал невероятно расширился. И я веду литературную студию, которая называется «Личный взгляд и клуб». И у нас география расширилась от Южной Дакоты до Китая. Вот такое вот время. И поэтому наш земной шарик стал такой небольшой, казалось бы. И в то же время такой объемный. И поэтому хотелось бы донести до рядов пишущих информацию о том, что происходило в нашей замечательной русскоязычной литературе. И я думаю, что со временем, наверное, этот проект будет расширяться. Но пока мне хотелось бы провести небольшой экскурс по авторам, которых я очень люблю. Они сыграли значительную роль в литературе. И на сегодняшний день они уже заняли ключевые посты, стали метрами. Им всем уже по 50. Я думаю, Дмитрию Воденникову представлять не нужно. Он широко известен во всем мире. И я думаю, что первая моя так называемая блиц-лекция, которая займет, я думаю, минут 20, не больше, будет посвящена именно Дмитрию Воденникову. Я вас всех приглашаю. И заодно еще раз пользуюсь случаем, поздравляю вас с обновленным журналом «Лифт», который и в сети, я думаю, будет смотреться прекрасно, и в руки, я думаю, будет его взять очень приятно. Вот. Красочные, яркие, качественные, новые имена, и имена, которые мы все уже знаем. И я думаю, что в следующем журнале будут представлены победители конкурса, и мы будем знакомиться с новыми именами. И я думаю, что делать имена, которые потом будут говорить. Вот это вот имя впервые прозвучало в проекте «Лифт». Вот. Еще раз поздравляю вас всех с новым номером журнала и с развитием проекта. Спасибо. И главная тема нашей передачи – это лифт-марафон. Одиннадцать участников марафона преодолели рубеж тысячу и более просмотров. Лидирует Сейда Субхи. Четыре с половиной тысячи просмотров. Пятнадцать участников перешагнули рубеж просмотров за пятьсот. И сорок за сто просмотров. Те участники, у кого пятьдесят просмотров, а это минимум в нашем марафоне, мы приветствуем и гордимся вашим достижением. Ведь это полный зал на творческой встрече в библиотеке. И уже сейчас могу сказать, что все участники марафона, преодолевшие рубеж пятьсот просмотров за сто дней, будут представлены в журнале. С участниками, набравшими большее число подписчиков на наш канал, мы обязательно проведем интервью. Дорогие друзья, три недели марафона дали прекрасные результаты по продвижению вас, но мы только в начале пути. Хочу поблагодарить наших гостей и авторов уникальных лекций, профессора Константина Александровича Кедрова и Нину Александровну Ягодинцеву. А мы готовим для вас новые встречи, новые беседы. До свидания, дорогие друзья. До следующей встречи. С вами была Маргарита Аль и Валерий Шевченко.